День в день Это уже не соблюдение строительных норматив В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был Господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Да, доброе утро, уважаемые радиослушатели Добро пожаловаться Я сегодня заменяю Олега Пеку, Абик Элкин Сергей Сидорко у нас уже на прямой связи Посредством Зума Я знаю, что Эверс Гонтерев тоже скоро должен подсоединиться И тогда мы уже продолжим разговор Вот на троих Но вот сейчас, наверное, пока мы ждем Такой первый вопрос К вам Ну вот мы знаем, что В принципе, многие С тревогой Я думаю, даже большинство ждут эти счета Которые в декабре уже поступят за ноябрь И поскольку все-таки уже похолодало И отопление на полную мощность работает Ваш какой-то, может быть, прогноз Учитывая ваш опыт жизненный в том числе Что будет, если действительно счета возрастут настолько Что у многих семей Домашних хозяйств Особенно, конечно, мы говорим о пенсионерах Будут проблемы с оплатой этих счетов Доброе утро Ну я бы сказал так Что октябрьский счет За октябрь месяц Ну у меня в кооперативе составил так В реновированных домах Счет за отопление составлял 25 центов за квадратный метр В нереновированных Ну примерно такое соотношение Да, значительно Поэтому ожидать вот сейчас Следующего счета Можно примерно исходя из этих пропорций То есть холоднее будет Пока, по крайней мере, я бы сказал Ненамного холоднее было, чем в октябре Ну значит будет счет где-то Ноябрьский счет будет где-то порядка 60-80 центов Если дом приведен в порядок Не реновирован Но я подчеркиваю Дом сам по себе приведен в порядок У него правильно отрегулирована Система отопления Там окна, двери И все остальное нормально закрывается Ну и остальные мероприятия Нет текущих швов и так далее Тогда дом где-то будет до евро Да Вот вы упомянули кооператив Ваш опыт Вот что касается действительно кооператива Как обычно вот вы сказали Дом приведен в порядок В принципе это вот вы как кооператив пытаетесь Вот за каждым домом, что называется, присмотреть Или здесь большая доля ответственности старших по дому Если таковые есть Которые действительно смотрят, чтобы дом, знаете, как машина У хорошего владельца автомобиля подготовлен к зиме Ну, Абик, я скажу так Кооператив такой же управляющий, как РНП То есть наш статус абсолютно такой же Единственное, что, наверное, нас отличает от РНП Это два факта Первое То, что владельцы предприятия Коммерческого предприятия Под названием кооператив собственников квартиры Владельцами являются сами собственники квартиры Это первое И второе То, что мы все-таки, наверное, гораздо ближе к людям И, исходя из этого, мы должны строить свою политику Значит, что значит дом присмотрен, приведен в порядок Мы каждый год определяем техническое состояние дома И своевременно предлагаем собственников квартиры Принять решение об улучшениях, о необходимых ремонтах и так далее И ежегодно мы выполняем ремонтные работы в достаточно большом объеме Ну, скажем, в этом году у нас 27 домов А общий объем ремонтных работ 300 тысяч То есть каждый дом получил ремонтных каких-то услуг В среднем по 10 тысяч на каждый дом Это достаточно солидная цифра И так происходит каждый год Дома нуждаются в ежедневном обслуживании В ежедневной поддержке Может ли наступить такой момент Я полагаю, что такие вопросы вам тоже задавали Когда вот эти дома Ну, в основном мы понимаем, что советские дома Которым 40-50 и больше лет Одного уже вот такого как обслуживания уже недостаточно Потому что, знаете, так сказать, ну, возраст Да, и нужно будет делать какие-то более серьезные капиталовложения Люди вообще к этому морально готовы? Давайте говорить так Что дома эти рассчитаны Конструктивная часть рассчитана на срок службы 120-150 лет То есть у них еще у несущих конструкций достаточно существенны Это первое Второе, то что всеми нормативами Которые были разработаны еще в момент строительства И начала эксплуатации такого типа домов Предусматривалось, что через 20 Каждые 20-25 лет, ну, максимум 30 лет Меняется система водоснабжения 40 лет меняется система канализации Примерно через такой же срок Необходимо заменить электропровод Ну, и система отопления тоже требует Это стандартное требование Ну, естественно, я не говорю о том, что Сама конструктивная часть и крыши должны поддерживаться В состоянии там тоже прописано Плюс к этому добавилось новое Основная новость, которая сейчас добавилась Это то, что наши дома В условиях очень дорогих энергоресурсов Не соответствуют своим Скажем, параметрам энергоэффективности Значит, надо утеплять эти дома А в принципе, дома вполне нормальные Для кому, скажем так, для эконом-класса Это очень хорошее решение Вот вы как кооперативе, ну, исходя из вашего опыта Будете действовать или уже действуете Исходя из того, что, ну, мы знаем, что К сожалению, инфляция коснулась, не знаю, всего и вся И работ, в том числе строительных И стройматериалов Значит ли это, что вы рекомендуете, не знаю, жильцам Сейчас повременить с какими-то такими работами Поскольку это все будет по-дорогому, если так можно сказать Я думаю, что будет только дороже Поэтому рекомендации такие, что вы остановитесь Подождите, какой-то манны небесные С моей стороны не будет Я могу привести пример, что за последний год Работы вздорожали примерно с материалами в два раза И ожидать, что они вернутся к прежнему уровню Ну, наивно было бы Дай бог, чтобы это не продолжало столь стремительно расти Это слегка осложняет процедуру принятия решения Потому что, чтобы принять голосование решения о производстве работ Нужно два-два с половиной месяца А за это время уже цены убегают То есть ты начинаешь опрос с одной цены, а заканчиваешь уже с другой И это сложняет жизнь Давайте примем звонок Доброе утро, слушаем вас Доброе утро Господин Сидорко, у меня вот к вам такой вопрос По поводу новой, так сказать, затеи для нас Выкупа земли Вот если... Два вопроса Вот если дом откажется своим голосованием Там 50 плюс 1 Откажется от этого выкупа Что будет тогда? Это один вопрос А второй вопрос Как вы считаете Для чего человеку выкупить надо этот виртуальный кусочек земли Виртуальный Который он не видит Не пощупать, не посидеть Он на нем не может Кроме, может быть, той выгоды Что, возможно, меньшие налоги Чем если бы аренда была Но ведь при этом надо вложить Для того Деньги большие, чтобы купить И когда это окупится Спасибо Да, интересный вопрос Я не знаю, сколько он актуален для вашего кооператива Актуален для меня лично Сколько я живу в доме с разделенной собственностью О Ну и я могу ответить вам так Во-первых Давайте брать сегодняшнюю ситуацию Сегодня ситуация такова Что мы по умолчанию Большинство тех, кто живет в домах с разделенной собственностью Платим арендную плату И платим ее по максимальной ставке 6% от кадастровой стоимости Что это значит? Это значит, что если эта ситуация будет продолжаться Каждые 15 лет мы будем оплачивать полную стоимость этой земли И продолжать платить дальше То есть с этой точки зрения При любых условиях Выкуп земли является положительным действием То есть вы один раз потратите Те самые 15 своих платежей 15-летние платежи А многие уже заплатили почти 15 лет И останетесь только при налоге на недвижимость Это первое Второе, надо помнить, что Срок службы здания так или иначе конечен Если мы думаем о себе и о своих наследниках То я бы сказал сразу Что наступит момент, когда эти здания придется сносить И что у вас останется? У вас не будет ни земли, ни зданий В данном случае у вас остается земля Коллективная собственность у вас или у наших наследников Или еще у кого-то И в этом случае на этой земле можно построить уже что-то новое Так что в данном случае сам по себе факт того, что правительство приняло решение о принудительном прекращении раздельной собственности Другой вопрос Другой вопрос цены И как будет обеспечена поддержка тем, кто не сможет сразу выплатить эти деньги Потому что я прикинул на свою квартиру У меня всего-то двухкомнатная квартира У меня получается, что разово необходимо заплатить хозяину земли от 3,5 до 4,5 тысяч евро за двухкомнатную квартиру Многовато Многовато, да И второй вопрос, конечно, это вопрос еще в принципе справедливости Не жалко этих денег, я бы сказал так Но когда эта земля отчуждалась, вот именно там, где стоит мой дом Это было болото У нее кадастровая стоимость по сегодняшним меркам, ну как у болота, наверное, 1-2 евро квадратный метр А выкупаем мы по земле с инфраструктурой Государство, давайте говорить откровенно Государство, либо предыдущее советское, либо это, капиталистическое Оно вложило значительные средства в обустройство инфраструктуры И в данный момент мы почему-то должны за то, что мы, как граждане и жители этого государства Своими налогами улучшившие земли Теперь за улучшение земли заплатить собственнику земли То есть дважды получается Вы платите дважды Получается, мы ее в основном, давайте вернем, но вернем по цене болото Пожалуйста Нет проблем Собственник-то ничего не сделал И сейчас по закону собственник вообще ничего не должен делать Но это вопрос уже социальной справедливости Это немножко не юридически Но в принципе сам факт выкупа Я считаю, что нужно очень серьезно к этому относиться И нужно не думать на выгодно-невыгодно Вообще вложение в недвижимость, которая нужна для жилья Это никогда не окупится Но всегда это выгодно с другой точки зрения Нет, но это в принципе вложение в свои условия жизни Как ты ни крути, это один из уровней Можно конечно пойти, купить два квадратных метра и выкопать земля Наверное будет дешевле Примерно так Нет, ну а с другой стороны вы абсолютно правильно заметили Я понимаю беспокойство людей, особенно пенсионного возраста Где у них сейчас есть 3-4 тысячи евро При такой инфляции и при тех коммунальных платежах и так далее Ведь если не будет четкой установки Как этот закон будет применяться на практике Будет ли софинансирование самоуправления или государства То это в результате законопроект не будет работать Видите ли, тут вопрос вот чем На сегодняшний день те категории жителей, о которых вы сказали Они на сегодня эти деньги платят В виде арендной платы Ну не одномоментно Да, но значит здесь вопрос заключается в том Какой механизм оплаты придумает государство Потому что в принципе в законе прописан сам принцип, что будет А вот как это будет реализовываться Это уже постановление правительства И вот здесь вся, так скажу, интрига зары Потому что сегодня я плачу 20 евро равенде за земли за свою квартиру Ну бог с ним, я могу банку платить 20 евро или государству платить Вот тут вопрос это именно вот этой нагрузки Распределение Это правда, давайте еще один звонок примем Доброе утро, слушаем вас Доброе утро Три года назад была установка кабинета министра Об уменьшении площади территории частной земли под жилыми домами Были оформлены все документы Теперь принят закон о выкупе земли под жилыми домами Почему в законе не говорится об уменьшении этой площади И вопрос Какую землю мы будем выкупать Всю или же уменьшенную Всего доброго Спасибо У меня было никогда никакого закона кабинета министров Постановления об уменьшении земли Было постановление о том, что муниципалитеты должны определить Функционально необходимый участок Площадь функционально необходимого участка земли Для того, чтобы дом мог существовать Это несколько другое понятие Не всегда это в сторону уменьшения Зачастую в сторону увеличения Это постановление действует И выкупать мы будем в том объеме В котором постановит самоуправление Так и Потому что самоуправление в данном случае Поскольку есть спорные вопросы Оно должно решить Какую часть земли участка собственника Мы должны выкупать Но этот кусок земли должен соответствовать требованиям Функционально необходимого участка Там есть очень большой перечень Чему он должен соответствовать По площади Количество автостоянок Подъездных путей Зеленой зоны Ну и еще там ряд Моментов, которые должны учитываться И в том числе И при планировке земли Должно учитываться Оставшийся участок земли Собственник может использовать Для хозяйственных целей Или не может Если не может Тогда он тоже присоединяется Но это уже вопрос вторичный То, что должны Самоуправление лечить Да, вот еще такой вопрос Который я хотел задать Естественно, он связан Касается всех работодателей В той иной степени Касается вот этих требований По обязательной вакцинации По существу Для тех, кто очень работает Ну, 15 декабря, конечно, срок Мы знаем, что та же РНП Уже есть, так можно сказать Подсуетилась Часть людей Поскольку это муниципальные предприятия Там, я так понимаю Требования были жестче И уже с 15 ноября К примеру, дворники Часть антиваксеров Были уволены И возник вообще вопрос Как вообще приводить в порядок Сейчас вот эти дворы Тротуары, улицы Особенно с наступлением зимы Что вы в кооперативе? Ну, у вас, я понимаю Что не так много работников Как в РНП Какая у вас ситуация? Ну, есть тоже люди Не появившиеся Но здесь у меня Чисто такой Скажем Вопрос по дефиниции А дворник Это человек, который работает На удаленке На открытом воздухе Или в закрытом помещении Там разные требования Сразу ко всему этому То есть здесь Уже сразу Второе Мы ограждаем наших работников От контакта с населением И население от контакта с нами За исключением Аварийных случаев В данном случае Полностью там Все, что можно Отложить И не делать Касающийся захода в квартиру Мы откладываем И не делаем Потому что Любое посещение квартиры Ну, это обоюдо опасно Дальше дворники Снабжены у нас Всеми средствами защиты Мы обеспечили людей Экспресс-тестами И в принципе Пытаемся каким-то образом Контролировать ситуацию Но не вакцинированных У нас не так много Но проблема с дворниками Я думаю, что мы уже В прошлой передаче касались И сейчас И Айрон подтвердит Это проблема Которая не зависит от ковида У нас дворники Как Рабочая сила Как раздел Или подраздел Рабочая сила Они исчезают Они просто Исчезают И без ковида И без прививок Молодежь идти не хочет А те старики Которые до этого За 200-300 евро Были согласны Ковырять лопатой Этот снег всю зиму Они тоже уже Не согласны На эту работу Поэтому Вопрос уборки И содержания Прилегающих территорий И самих зданий Он скоро Санитарной уборкой Возникнет Очень резко И очень Будет актуально Да, вот это Кстати Очень хорошая тема Которую подняли Понятно, что Мы ее сразу не решим Ну вот Тем не менее А что вообще делать Ведь Ну хорошо В РНП Это может быть Другая ситуация У вас в кооперативе Понятно, что вы дворнику Можете платить столько Сколько жильцы Перечисляют деньги То есть Нужно предупреждать Жильцов Что если вы хотите Чтобы был дворник Хороший дворник Чтобы он качественно Все убирал Ну ему нужно платить Уже не 200-300 евро Да, я не знаю Сколько 700-800 евро Вот Как этот вопрос Надо решать На ваш взгляд Надо решать Другими Совершенно подходными К процессу Организации Убор Я считаю, что На сегодняшний день Мы Путем Скажем Повышения зарплаты Ничего не вещаем Ведь здесь возникает Другой вопрос У дворника Ограниченный Объем работы Так или иначе Он ограничен И повышение Минимальной зарплаты Автоматически Тянет за собой Увеличение Его зарплаты То есть фактически Мы в данном случае Не стимулируем Производительность Труда Стимулируем Просто экстенсивное Развитие Зарплаты Это не годится Так никто Не выдержит Уже на сегодня В обслуживании Здания Техническая часть Составляет Примерно Вот затраты На техническую Эксплуатацию Составляют Это порядка 30% Стоимости Обслуживания А дворники 50% Уже Да Уже И дальше Это будет расти Поэтому С господином Гонтарьевым Уже давно Говорим о том Что нужно В принципе Менять весь подход Как к уборке Мусора Обслуживания Мусора Менять технологии И подход Так и Уборки Внутриквартальных Территорий Их нужно Объединять Кончать Это удельное Княжество РНП Кооператив Потом еще Какое-нибудь Бетрибе В общем Это солянка Нужно Выделять Большие Объемы Городу Добраться за дело Не словами А делом То есть Разделить На большие разделы Объявить Закупочный Конкурс И отдать Уборку На русских Территорий В подряд Там Таким образом Чтобы можно было Развить Именно Было Интерес И возможность Развить Бизнес То есть Поставить Технику На уборку Поставить Молодых Здоровых Людей Которые будут Делать Быстрый И большой Объем Работ И качество И это будет Дешевле И это будет На друг Обещание Нигде В принципе Я не видел Чтобы при каждом Доме В современном мире Были Как правило Это Компании Которые Занимаются Большими Объемами Уборки Ну то есть Заключается Договор с компанией И она уже Обеспечивает Уборку территории Так и совсем По простому Да Да Но должен быть Объем Чтобы можно Чтобы пустить Трактор Нужен объем Понимаете Можно купить Трактор Он стоит Там 100 тысяч Ер Который Хорошо будет Убирать Но для этого Нужно Чтобы территория Была большая Объем Был большой Иначе Смысл Да Вот по поводу Территории Объема Я думаю Тоже вопрос Вам задавали Наши радиослушатели Что касается Вот сортировки Мусора Эта проблема Станет актуальной Ну мы знаем Что дома И дворы Бывают разные Иногда просто Ну уместить Эти все контейнеры Для сортировки Особенно близко К дому Не будет такой возможности Ну на примере Может быть Вашего кооператива Как вы думаете Это решать Никак Ну а где земля Мне интересно Вот у меня вопрос К тем Кто принимает Вещание Вот и я Управляющие Обязаны разместить Контейнер У каждого дома Три контейнера И при этом В обосновании Пишется Мы опросили Тысячи человек И все были за А у меня вопрос Такой А какой вы вопрос Задавали Эти тысячи Вы задавали вопрос Надо ли сортировать Мусор Конечно Любой человек В взрывовом уме Скажет Что надо Надо А вы здесь не задали вопрос А хочешь ли ты Чтобы под твоим окном Стоял огнеопасный Контейнер С картоном Куда любой Скажем Нехороший человек Может бросить Окуроки И после чего У тебя будет Выгореть Пол твоего здания Такого вопроса Такого вопроса Никто не задал Поэтому Я опять-таки Повторяю Есть совершенно Четкое понимание Что нужно Менять сам подход Нужно создавать Коллективные площадки Для сбора мусора Независимо От принадлежности Дома Нужно платить Не по домам А нужно Чтобы централизованно Собирался Либо в виде Я не знаю Посленный налог Он собирал Город Деньги Заказал Он заказал Сегодня Пусть он Город И организует Оплату И так далее Чтобы человек Выходя Из дома С пакетиком Мусора Имел возможность В удобном месте Кинуть мусор Не только В свой личный Контейнер Который Еще и негде Распространить Значит Надо возвращаться К коллективным точкам Сбора мусора То что было Изначально Ведь у нас То что называется Рефурмой Никакой реформы Не произошло Вместо одной фирмы Появилось Вместо четырех Появилось три И каждая фирма Имеет монопольный Рыночек И ничего больше Не изменилось Да Еще один звонок Примем Доброе утро Слушаем вас Доброе утро Я по поводу мусора Добавлю Я строитель 25 лет опыта Да Я работал в Португалии Один год А чем интересно Португалии Это копия Латвии Во всех отношениях Так вот У них мусорная Реформа Началась примерно На два года Раньше Чем у нас Результат Следующий Смотрите Если раньше Контейнер для строителя Мусорный Восьми кубовик Стоил 150 евро Сейчас он стоит 250 А после Нового года Порядка 700 будет Вот смотрите Вот смотрите С одной квартиры Два мусорных Контейнера Это полторы тысячи Не каждый в этом городе Имеет такую зарплату Португалы За два года Так усрали Всю свою страну То есть Весь этот мусор Поехал в леса В огороды В заброшенные дома Ужас Мы ничего Вот кроме того Шуток Если кто-то был В Португалии Вы за город Выезжаете Плакать хочется Плакать И у нас в стране За два года С Нового года Сделают все то же самое Вот поймите Что парень зарабатывает 1200 в месяц А с одной квартиры Ему надо 1500 Да он ночью поедет Этот мусор выкидывает Чтобы сделать себе Вторую зарплату Не потому что он плохой А потому что ему надо Кормить семью Следующий момент Вот я сейчас Люминисцентные лампы Хочу сдать В тот же самый Гетлине Больше двух штук Мне сдать нельзя А я с магазина Их снял 102 Что мне делать Даже если добрый человек У меня нет выбора Кроме везти их в лес У меня не оставили выбора Вот катастрофа Что придумали с мусором Спасибо большое Да Ну вот это тоже Такая проблема Которую мы сами Видимо создали Посмотрим Как это будет решаться Ну она никак Не будет решаться Судя по нашим правителям У нас есть такая Организация Город для людей В которых по-моему В организации людей нету А город присутствует Да Они исходят из этого Что вот Тысячи человек Подтвердило Что хорошо Поставить под каждый Я могу сказать вам Если вот так У нас есть стена Вот особо большая проблема Это у девятиэтаж У них прилегающей земли В силу особенности Их Того что они их строили Стенами Там прилегающей земли нету Там узкая полоска Тротуара Перед домом Ну и какой-то газончик Сзади дом Вот поставить некуда Мы поставили Три контейнера Для сортировки Близистых дом Дом утеплен Буквально Через две недели После того Как мы поставили Эти контейнеры Их подожгли Выгорела стена И выгорели Мы их убрали Больше ставить некуда Как сейчас Выполнять постановление Рижской думы Абсолютно не ясно Ну поставим На проезжую часть А что делать Да Вот интересно Вы сказали Город для людей Я в принципе Там же имелось ввиду Что город для людей Которые на велосипеде Видимо про этих людей идет речь А по-моему А я там для всех А для всех Я извиняюсь На все случаи жизни Есть город для людей Тысячу человек Опрашивали Там до этого Тысячу человек Я слышал Опрашивали Все за Понятно За биологические контейнеры Тоже все за Ну до того Пока они не выгорели Под окном Все за Ну у них то Наверное Гореть не будет Этот город Люди наверное Живут за город А кстати да Там у них все в порядке Частные дома Вот такой вопрос хотел задать Он такого наверное Практического свойства Вот мы Очень часто слышим Что допустим Какие-то дома Ну ушли Из РНП Ну я так образно говоря То есть они Пришли к другой Управляющей компании Какие-то наоборот Пришли к РНП А что касается Кооператива Он у вас И вообще не только у вас Вот кооператив Он закрытый Вот есть какой-то там Жильцы какого-то соседнего дома Видят что допустим Вот смотрите В кооперативе Это порядок Вот бы нам Собраться жильцами Провести собрание И присоединиться К этому кооперативу Или это закрытое учреждение Мы не очень стремимся К расширению Потому что на самом деле Ну я без всякой там Хвостовта Скажу так Что у нас Техническое состояние домов Настолько далеко Ушло вперед По сравнению с теми Что обслуживается В РНП Что сейчас И брать этот дом Это нужно Чтобы довести его До наших стандартов Нужно веско И очень много денег Вкладывать А где эти деньги Если жильцы наших домов Собственники Квартир наших домов Накапливают Необходимые резервы И созданы Необходимые финансовые инструменты Чтобы Ну Делать ремонты То Берешь ты новый дом Он практически В полуразваленном состоянии И нужно сразу 1150 Чтобы его Такие суммы В минимальный порядок Сделать крышу Привести в порядок Швы И минимум По водоснабжению И отоплению Сделать Поэтому Мы Разговариваем Серьез С домами Только теми Которые сразу Готовы подписаться На комплексную Виновацию Такие случаи У нас были Были И домов Но эти дома После перехода В наш кооператив В течение года-двух Ушли на комплексную Виновацию Сейчас они Полностью Соответствуют Нашим Внутренним Представлениям О том Как должен Содержаться А жильцы Вот понимают Разницу Потому что Иногда Жильцы Даже не понимают Какие должны Быть вообще Стандарты Ну Понимаете Я может быть Сказал Стандарты Это очень громко Но В принципе На сегодняшний день Что в любом доме Если ты берешь Нужно делать А Нужно делать Кровлю Обязательно Нужно делать Очень большой Ремонт Межпанельных Швов Это следующий Момент Следующий Момент Полная Замена Водопроводных И канализационных Труб В общем доме И плюс К этому Модернизация Системы Отопления Это И окна И двери Общего пользования Это вот Минимальный набор Чтобы дом Стал соответствовать Ну Хотя бы При этих Условиях Он тогда Начинает Соответствовать Тем параметрам Которые были Заложены При строительстве И только После этого Можно думать Уже Да Остановку Вроде бы Как яму Нам заделали Но заделали Очень некачественно И я написала Письмо В Рижскую думу Что прошу Оценить И качество Выполненной работы Потому что Нас такое Не устраивает Засыпали просто Щебенкой С камнями И вид ужасный И по сравнению С убракой Где самоуправление Там Держит свою убраку В порядке У нас Рига Рига Столица Улица Бикернику Остановку Даже не могут Никто не сделать Ответа Никакого Не последовало То есть За Даже вот Качество Выполненной работы И вообще Контроля Нет никакого Вот Куда обращаться И как обращаться Потому что Закрылись Вот этими Телефонами На которых Сидят Только Диспетчера И ответчики Ни с кем Связаться невозможно Это Куда обращаться Как обращаться Вот это вопрос Спасибо большое Но это может быть Не совсем В тему Что касается Вообще Городской инфраструктуры Ну вот Мы больше говорим Конечно О домах Вот Ну это же Не столбики Ставят Нет конечно Да что вы Клубы На проезжей части Насколько понимаю Если мы говорим Об остановках То старые навесы Сняли А новых до сих пор Нет уже Снежок вообще завален Скоро Да Человеческие сугробы Будут на остановках Ну Город для людей Все таки Ну Здесь есть такой момент Но я бы еще раз Хотел сказать Дело в том Что на самом деле Эта власть Занимается тем Что она занимается Администрированием Она очень хорошо Издает какие-то Административные Указания По тому же Мусору По уборке Сейчас там Снег чистить Не чистить Посыпать Не посыпать А на самом деле Мы пришли К тому моменту Когда Город нужно делать Действительно Для людей Для этого Нужно очень сильно Модернизировать И Скажем Реформирует Многие процессы А это не ощущается Да Это не ощущается К сожалению Да Ну будем надеяться На лучшее Сергей Сидорко У нас был Добро пожаловать Но Пожаловаться Ну видимо Айва не смог Подсоединиться Айва у нас Я тут Все время А Это первое И второе У нас еще Восемь минут Ага Да По зуму Есть восемь минут И это замечательно Айва Вот Вы так незримо Наблюдали Почему-то Мы вас не увидели В экране Сейчас увидели Может быть у вас Есть какие-то Ремарки Или комментарии Давайте вам Тоже слово Предоставим Ну главное То что вы Коснулись Практически В прошлой неделе Были приняты Законы Про Разделенную собственность Да Про разделенную Собственность Про дальнейшие Арендные ставки Они будут Четыре процента Следующего года Да Следующий год Как переходный И потом уже Все будет Универсализироваться И в том числе Интересная Статья Там есть В этом законе Что и по аренде ГОС И сомправления Земли Тоже С 2024 года Тоже ставка Будет Четыре процента Да До сих пор Там был Полтора процента И компенсация За налог Полтора То что там Все это Выровнится Вот Это с нашей Наверное С коммунальной сферы Такой Долгожданный Наконец-то Закон принят Какой он есть Хороший или плохой Но он принят Да Еще видимо Механизм до конца Непонятен Да Вот Непонятен Непонятен И самый большой вопрос То что Мы ожидаем Что есть ремарка В законе О том что Какого-то рода Финансирование С государства Будут Принимать Вот В течение Этих лет Да Так что Будем ждать Как Каким образом Государство Вот Скажет Что они Согласны Тоже Ложиться Или 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 дать Какой-то Инструмент Для жителей Именно К тому Чтобы Они смогли Выкупить Эту землю Да Вот Такой вопрос Хотел задать Вот Сергей Тоже Его затронул О том Что понятно Что пандемия Накладывает Свои Какие-то Ограничения И понятно Что без Надобности По квартирам Лучше Действительно Не ходить Только в аварийных Ситуациях Но вот Насколько Сейчас Дума управления Не только там РНП Вот Учитывая Может быть Пандемию Внедряя Всякие Вот эти Модные Современные Технологии Я имею Какое-то Удаленное Считывание Счетчиков Управление Там Не знаю Подогревом Воды И уровнем Тепла Через Вот Удаленный Доступ Через Компьютер Или это Очень большие Вложения Ну Это у нас Всегда Было Как такой Приоритет Чтобы Облегчить Жизнь То есть Это уже Происходит Да Пандемия Большое Какое-то Влияние Не Не Сделало То что Конечно Все Намного Чаще Сейчас Вся Коммуникация Идет По удаленке Меньше Встречаемся Меньше Собираемся Потому что По закону Нельзя Собираться Из этого Все Входит Как В удаленный Режим Вспомнил Что Интересно Было В этих Законах То ли Были Приняты То Каким Образом Будет Приниматься Решение Там Сергей Тоже Очень Интересный Механизм Поставлен Что Собрание Заранее Информировается До 40 дней И в течение Начиная С 30 дня До собрания Ты можешь Ждать Свой Голос И тогда Как бы Когда уже Само Собрание Происходит Тогда Зачитываются И те Голоса Которые Были Сданы До этого Вот Это Такой Тоже Интересный Механизм Который До сих В законе Не было Но По отношению К окончании Земельной реформы По выкупу земли Такой Механизм Новый Введен Вот Это Что-то Интересное Чтобы Нам Не надо Было Например И Такой Механизм Могли Были Вести На все Голосования По Ковиду Потому Что Официально Собрание Не Собрать Опросы Можно Сделать Но Здесь Такой Механизм Который Комбинация И Опроса И Живого Собрания Тот Кто Приходит На Живое Собрание А кому Все Ясно Про Тот Вопрос Который Решается До 30 Дней Начинает Сдавать Свои Голоса Тоже Что-то Интересное Да Это Кстати Интересно Если бы Это Соединились С Законом Кооператива Сказано Что Механизм Такой Как Перечислил Только Решение Принимается Большинством Голосов Числа Присутствующих Числа Присутствующих Вот Я хотел Сказать Потому Что Ведь Если бы Это Еще Добавили То Это Было Вообще Шикарно Потому Что На самом деле Из 60 Квартир Реагирует На Твои Опросы 20 30 Это Означает Отказ От Вещания Если 20 30 Среагировали Из них 10 За 20 Против Ну Тогда Одно А если Наоборот Так Вот Это Интересно То Что Вы Затронули Мой Бытайвер Тоже Покомментирует Ведь На самом Я думаю Головная боль Для многих Руководителей Обслуживающих Компаний Поскольку Мы знаем Что Очень часто Вот эти Собственники Квартир Уже Вообще Может быть Даже Не в Латвии Или Просто Сдают Или Для них Это Бизнес Или Каких-то Знакомых Пустили Квартирантов И так Далее Вообще Людей Не собрать Если Очень Надо Все Можно Собрать Если Очень Захотеть Можно В космос Полететь Но Конечно Такой По отношению К оперативу Мы Пытались Это Лет Десять Обратно Пытались Министерство Экономик Тоже Подать Чтобы Облегчить Все Это Но Почему До сих Пор Не хотят Снимать Этот 51 Процент Никаким Образом И Все время Держатся Только К этому Потому Что Бытует Такое Мене В том Числе Что Меньшинство Захватит Власть Большинства Но Мы Не Про Это Боролись Мы Боролись Про То Чтобы У Тех Активных Людей Которые Есть Дом Чтобы Они Могли Таким Образом Двигать Необходимые Решения Для Дома Вперед И Ну Чтобы У них Был Какой-то Реальный Механизм Я Полагаю Что Это Просто Косность Мысли Наших Законодателей Потому Что В Эстонии Такой Закон Принят Там Кто Пришел Тот И Решает И На самом Деле Получилось Очень Просто Если Те Кто Пришли И Решили Так Что Остальных Не Устраивает То Тут Возникает Контр Собрание Которое Тут Быстренько Собирается В Большом Объеме Это Просто Заставляет Людей Либо Если Они Не Хотят Заниматься Своей Собственностью Отдать Полномочия Тем Кто Хочет Заниматься Извините Меня За Нехорошие Слова Юридическую Упертость По Классике Вопрос Должно Быть Так А То Что Это В Жизни Не Работает Ну Так Это Не Юридический Вопрос Да То же Самое Сергей Если Помнишь Больше Десяти Лет Нам Потребовалось То Чтобы Подвинуть Банковские Ипотечные Кредиты И Убедить Всех О Что Все Коммунальные Платежи Они Первоначальник Банковского Ипотечного Кредита Но Поэтому Понадобилось Нам Десять Плюс Лет Да Здесь То же Самое Да Это Действительно Важное Замечание Мы Помним Всю Эту Историю Когда Говорили Что Ну Банки Это Самое Важное Вообще Да Потом Только Все Остальное Да Айва Гондарев Сергей Седок У нас Были На прямой Связи Большое Спасибо Всего доброго Редактор субтитров